МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Град приветствовать вас на телеканале «Импакт». Мы на программе «Влияние». Мы продолжаем эфир с пастором Василием Гортовелом. Пастор Василий, приветствую. Доброе утро, доброй ночи. И доброго времени, которое мы имеем с вами. А пастор Василий, с нами, с тобой, у зрителей, время еще будет лучше. Когда мы говорим «доброе», «доброе утро», оно будет еще намного лучше. Почему? Потому что мы будем продолжать нашу тему с тобой. Поэтому снова «велкам», как я говорю. «Велкам, пастор». Спасибо, спасибо. Ашвилл, Северная Каролина. Славик, центр salvation. Я правильно сказал? Это центр спасения. Да. В прекрасном Ашвилле. Мы положим в основу нашей беседы Откровение 3 глава. Очень известное место. Очень известные стихи. Возьму из 14-го. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши». Так говорит Аминь. «Свидетель верный и истинный. Начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». То есть состояние неважное. Теплое состояние. И что интересно здесь. Здесь написано так, что я знаю твои дела. Если мы даже думаем или мы не знаем друг друга, то Бог говорит, я знаю все хорошо. Будь ли это хорошее состояние, будь ли это плохое, Бог все знает. Когда мы встречаемся друг с другом, самое популярное в Америке, что есть? Хаварью. Хаварью. Единственный, кто не спрашивает хаварью, это Бог. Да, он знает. Ему не надо спрашивать хаварью. Он говорит, я знаю твои дела. Даже, ты знаешь, даже люди, мы зачастую христиане, мы не знаем сами себя. Мы думаем о себе с одной стороны, а на самом деле мы не знаем себя. И плюс, не все те дела, которые мы делаем, они угодны Богу. Зачастую мы, делая что-то даже для Господа, имея благие намерения, в благих целях, но мотивы могут быть неправильные. Внутри что-то делая, то есть делая, но внутри мы не делаем это чисто, свято, как для Господа. Мы можем преследовать свои определенные цели. Окружающие видят фасад и красивую картинку. Но внутри у человека, который делает что-то, внутри у него есть вот некая величина отрицательная, есть негатив, скрытый от людей. И Бог видит мотив. Бог не просто видит дела, Бог даже мотив видит, кроме дел. Или мы можем иногда не полностью знать воли Божьей. Нам кажется, что это правильно, что мы должны это делать, нам оно приятно, оно нам приносит авторитет или еще что. И люди делают иногда ту или другую работу, даже не согласуясь с волей Божьей. Смотри, даже у апостолов было одно время, мы не были допущены Духом Святым туда. Значит, их планы были туда идти, они были намерены, и вдруг Дух Святой говорит, вам туда не надо идти. Значит, есть какие-то мотивы или воля Божья иногда не совпадает с волей человека. Даже в хороших планах. Они что, делали в анализации? Как лишиться того, чтобы заниматься лихорадочной деятельностью? Лишь бы что-то делать. Мне очень не нравится, когда я слышу некоторые даже проповедники или даже пастыря с кафедры. Надо что-то делать, надо что-то делать. Призывают к молодежи, призывают к... Надо что-то делать. И оно мне режет слух. А пастырь, знаешь, почему? Что-то надо делать, лишь бы, лишь бы, лишь бы, лишь бы что-то. Мы, как христиане, мы должны целеустремленно делать. Хвататься за все, хвататься даже к Господу такая лихорадочная в кавычках деятельность. Это суета. Она не нужна. Что-то делайте, лишь бы что-то делайте. Лишь бы что-то делайте. Но Богу суета не нужна. Бог устройства и порядка. Вот из-за этого мнения, а может, пастыря зачастую не вкладывают, не понимают, что не тот смысл они должны вкладывать. Надо что-то делать. Братья и сестры. Понимаете смысл, срок, который я говорю? Конечно. Вы делаете то, к чему Бог вас призвал. И мы, как служители, как лидеры, мы должны направлять человека к этому. А не просто делай что угодно, что-то делай. Схвати стакан и переставь с одного места на другое. Оставь в покое этот стакан. То есть, ты делай то, к чему ты призван. А если не знаешь воли Божьей, ищи Господа. Или смотри, что я замечал. Есть люди, призванные действительно быть миссионерами. Они работают на фулл тайм, очень много времени проводят там в той или другой стране или в той или другой местности. Их Бог благословляет. И вдруг мы смотрим на них, кто-то, и может быть, даже из-за зависти, ну, было так, я поступал, так говорит, что некоторые из-за зависти это делают. И мы тоже пытаемся туда делать. Оставляем свои церкви, оставляем основное дело, и едем туда. Ну, поехали на два дня. Ну, что мы там сделали? Кроме шума, ничего мы не наделали. А свое мы оставляем, основное. Должен быть, ну, если мы миссионеры, так миссионеры, если в церкви, то мы должны печься о церкви, о своей церкви, как о своей семье. Самое опасное место в жизни христианина, любого, я даже не сказал в жизни служителя, я сказал в жизни в общем христианина. Мы за христианина говорим, да, сегодня. Самое опасное место это выйти из воли Божьей. Воля Божия это защита, это зонтик. Вот если я нахожусь в воле Божьей, это как зонтик над моей. Это защита. Это не защита от трудностей, от опасностей. Но ты в своем находишься, в том, что Бог тебе дал. Да, что Бог дал. То есть в винограднике. Ты не за оградой, а в середине в ограде. Да. Ты полностью оградешь. Ограден. Как только человек выходит из воли Божьей. Воля Божья это призвание. Воля Божья это успех. Зачастую для людей невидимый. Но ты то знаешь, что ты в воле Божьей. Апостол Павлову вообще побили. Побили, думали, что убили. Выбросили. Разве это успех? Это не успех. Для людей это был не успех. Но это был успех. Пастыр, ну, зачем Господь говорит Лаодикийской церкви и ее ангелу. О, если бы ты был холоден или горяч, но так, как ты теплый. Что это за состояние? Смотри, насколько я вижу, что происходит в жизни христианина. Есть, мы смотря на христиан, мы сегодня не судим. Мы говорим просто состояние, что происходит. и пытаемся найти какой-то выход, дать выход каждому, кто в подобном положении. Потому что здесь написано тоже для того, чтобы был выход. Он говорит, что ты должен поменять свое состояние, не быть теплым. Быть или холодным, чтобы искать согреться, или быть теплым, тем, который бы работал. Мы так само сегодня, мы будем говорить о подобных людях или подобном состоянии христианина, но не в роли судей. Мы будем говорить как в роли служителей и те, которые будем пытаться дать выход людям. Смотри, мы наблюдаем за христианами. теплые христиане. Или, вернее, давай, очень яркий пример есть у Петра, когда взяли Христа. Это 14 глава. Да, ну, можно сказать. Марка, да? Да. Это, по-моему, 54 стих. 53, да? И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины, и книжники. И стих 54, Марка 14 глава. Петр издали следовал за ним. Даже внутрь дворя первосвященника и сидел со служителями и грелся у огня. Смотри, что здесь происходит. Вроде, вроде все нормально. Мы говорим о Петре. И давай мы, прежде чем мы что-то поговорим о Петре, о том, какая ошибка произошла в его жизни, то мы скажем что-то хорошее о нем. Это действительно был человек, который достойен, чтобы мы сегодня поговорили о нем хорошо. Это был Петр. Это был тот Петр, который оставил все. Он имел бизнес, насколько мы понимаем. Когда Христос позвал его, он все оставил и последовал за Иисусом. И даже в одно время ученики спрашивают, в том числе Петр, мы оставили все, и что будет нам? Когда Иисус говорит о тех людях, которые оставили. Он был тот человек, который был впереди, я так разрешу себе подумать, на шаг впереди других учеников. Смотри, если с лодки, он вышел, другие не вышли. Он вышел в открытое море, на воду, без всякого бронежилета или этого плавательного жилета. Он вышел. Потом, когда Иисус спрашивает, кто, как закупочные одни люди, он первый отзывается и называет его. И Христос говорит ему, это не плодик который открыл тебе, это Дух Святой открыл тебе. И так дальше, и так дальше. Он всегда был первый. Даже отсек ухо в Гефсиманском суде. Да, даже, смотри, было два мяча у учеников. И один был у Петра. У него был. Ничего-то другое, дали ему мяч. Значит, он был способен для того, чтобы владеть этим мячом. Он был всегда рядом, всегда первым. Но, оказывается, он не совершенно знал себя. Потому что всегда, когда он был с Христом, у них всегда были удачи, всегда чуть что не обращались к Нему. Он, он и сам Христос сказал, пока я был с вами, у вас не было никакой нужды. Совершенно верно. Потому что он все восполнял. И так много христиан сегодня. Пока у христианина идет все гладко, нет никакой бури, нет никакой удачи. И мы иногда, христианин, иногда думает, что он уже достиг такого-то духовного уровня, и зато у него все получается нормально. Так было у Петра. Он не знал себя. Он знал себя с этой стороны, с которой у него все получалось. У него пока все получалось. но он не ожидал удара оттуда, откуда на него пришел удар. Он следовал, написано, следовал издали за Иисусом. И он делал хорошо. Хотя Христос сказал, что вы все оставите меня. Он остался один, когда в самый трудный момент, в самые трудные минуты Иисуса, он остался один. Не было никого, кто помог ему. И он ожидал, он только оглядывался по сторонам и думал, откуда воины придут, будут наручники или брать его, или вязать. Он с этой стороны ожидал, потому что он видел, что сделали с Иисусом. А тут удар пришел с другой стороны от служанки. Какая-то девчонка с другой стороны огня спрашивает, для него настолько было неожиданно, он не успел разобраться. Если бы ему дано было хоть две минуты, я уверен, он бы разобрался. Он бы сориентировался. Он бы сориентировался, но у него не было. Тут только это, еще это не закончило говорить, уже с другой стороны другой говорит. Да-да-да, я знаю, я тебя тоже помню, я видел. И для него это было неожиданно. И самая проблема у христианина тогда, когда удар приходит с той стороны, откуда мы не ожидаем. И самое больше удары приходят тогда, когда мы, как Петр, мы на расстоянии. Или, как ты вначале напомнил, когда мы выходим из той ограды или из воли Божьей, в которой мы должны находиться. Так случилось с Петром. Смотри, какая интересная мысль здесь была с Петром. Он следовал, он видит Иисуса, и Иисус видит его. Вот так написано, когда он утрекся, то Иисус посмотрел на него. Они встречались сквоза. Значит, они встречались за... Они были на расстоянии. И так много христиан. Они следуют за Иисусом издали. На таком расстоянии, чтобы ничего не было заметно, чтобы в церкви им не задавали лишних вопросов. Ну, я, например, для тех людей, которые вечерами не ходят в церковь, я не задаю вопросов. Потому что я понимаю, но если я уже вижу, что действительно этот человек ленивый, он не хочет. А если молодые семьи, если я знаю, что им с детьми надо готовить уроки, детей уложить спать, с семьей побыть вечером, то я не задаю вопросов, почему их нет. И вот эти люди подобно по воскресеньям приходят в церковь, или, может, даже реже, через второе воскресенье, они заняты, бизнес, работа. и так, чтобы им не задавали лишние вопросы. Если задают вопросы, есть люди, которые, бывает, я не вижу и подзвоню. Почему? Ну, я не вижу тебя. Несколько воскресенья регулярно приходят в церковь. После того, как ты позвонил. После этого вопроса, да. И они следуют на расстоянии, как Петр. Но для этих людей уже есть опасность. Потому что они оказываются в этом состоянии, в котором ты вначале прочитал, теплое состояние. Это очень опасно. Ты смотри, Петр, он же не хотел это сделать. Конечно. Его цель была помогать Иисусу. Хоть морально поддержать его, чтобы он видел, что есть кто-то, который следует за ним, который есть рядом, поддержка. Он этого хотел. Но вдруг оказалось совершенно другое. Он присел у огня. Он присел у огня с чужими людьми, мало этого, с врагами Иисуса. Это же были враги Иисуса. Там не было ни учеников других, там не написано. Там были враги Иисуса. Там были уже свидетели. Там те были, которые противились ему всегда и желали смерти. Да, там были те люди. И он оказался у этого огня. И это проблема. И вначале, вначале, наверное, он же не думал, что он сядет с ним и грет. Как ты верно подметил, вначале он издали следовал за ним, но падение, оно сразу не приходит. Но вдруг оказалось, смотри, какая ситуация оказалась, насколько я понимаю. Здесь кучка людей сидит до огня. Может, ему было холодно, он присел погреться, может, он оказался один, который стоял, те, оторвали расстояние прошло, между ними, толпой, было расстояние, те, которые уже были во дворе, которые конкретно занимались Иисусом, и те, с которыми он был далеко, то ему или присесть, или быть каким-то, как говорят в народе, белая ворона. Если бы он стоял сразу все внимание на него, значит, ему пришлось присесть. Так, получается. Чтобы не выделяться. Чтобы не выделяться. Так бывает с теми людьми, которые теплые. Они вроде нормально. Если задаешь им вопрос и говорят, слушай, ну, это нехорошо так, тебе нужно быть в церкви. Но мы так понимаем, что если мы не будем питать свою душу, как мы питаем тело, то у нас будет проблема. То мы говорим. А в основном люди отвечают так. Но я же понимаю или родителям, или служителям, но у меня голова на плечах. Но я же понимаю, я же знаю. Да не переживайте за меня. Да я все понимаю. Да, Петр тоже все понимал. Но иногда складывается ситуация такая, когда удар приходит с той стороны, откуда мы не ожидаем, они готовятся с этой стороны. Любой христианин, он готовый. Когда он так говорит, он считает себя готовой, но он не знает себя, так как Петр не знал. Он не знал себя. Он был уверен в себе, что он тот человек, который в любую минуту станет как воин, сражаться то ли мечом, то ли по-любому, как бы все, но я это не сделаю, я не отрекусь. Он был уверен в себе. Так много христиан уверены в себе, но они не знают себя в полне и не осознают, что они в состоянии теплого. И смотри, какая опасность у них. Когда человек теплый, наступает момент, наступает момент, когда он ощущает внутреннюю пустоту. Есть у человека период, есть моменты, когда что-то настигает, какая-то пустота, трудности, и хорошо, если кто-то попадает, или он может поделиться с кем-то, и это уравнивается. Но есть моменты, когда люди не замечают это, им кажется, что все окей, но вдруг эта пустота настолько пришла, что ему хочется восполнить ее. Но, к сожалению, иногда эти люди, они настолько далеко от Иисуса, или мы говорим, от церкви, от Божьих благословений, что они почерпают, для того, чтобы восполнить свой недостаток, из чужих источников, не из Божьих источников, они почерпают. Вот смотри, пастор Василий, то есть, мы говорим даже о, есть, есть вот такой вид болезней, есть такой, такой вид каких-то человеческих расстроек, которые называются депрессия. Вот человек попал в депрессию, ты называешь это пустотой. Ну, может ли христианин находиться в депрессии? Так это и есть та пустота. Когда, чем дальше от Христа, тем глубже депрессия. ну, если по народному, по научному мы говорим депрессия. Депрессия. Если мы с духовной стороны смотрим, то я понимаю, что это пустота. Если эту пустоту заполнить Божьим благословением, помазанием Духа Святого, никакого стресса не будет. Не может быть. Не может быть стресса. Вот смотри, пастор Василий, чуждый огонь. Давай остановимся на вот этой терминологии чуждого огня. Вот он сел греться у огня, попал в ту среду, где он не должен был быть, по большому счету. Так же? Ну, так выходит. Что может быть чуждым огнем для христианина? Я думаю, на эту тему мы могли бы говорить три передачи подряд. А то и больше. А то и больше. А то и больше. Потому что мы, чем мы больше бы вникали и углублялись, тем больше мы находим, открываем для себя тайн. Все то, что не по благодати, все то, что не по Писанию, все то, что не по Господнему, все то, что не по Небесному, все то, что не по Истине, оно мы можем сопричислять к чуждому огню. Бог в свое время сказал так. Они оставили источники живой воды и высекли себе свои водоемы, которые не могут держать воды. Не могут держать воды, да. Это одна сторона. Если мы говорим о чужом огне, то мы сразу, мы так, любой, я уверен, телезрители, если сейчас которые нас смотрят, сразу приходит мысль, это что-то греховное. Если мы говорим о чуждом огне, но да, с одной стороны, да. С одной стороны, да, люди, когда у них проблема или им что-то нужно почерпнуть, если, ну, апостол Павел говорит, что можно или исполняться Духом, или упиваться вином. Оно чем-то похоже. Когда мы исполняемся Духом Святым, мы входим в Божий поток и благодать Божия, то когда мы получаем благословение для нашей души, все уходит в сторону. Мы на все смотрим другими глазами. Так само, когда человек, даже написано, Соломон говорит, где-то, что когда проблема, там, тускал людей, он выпил и забыл свою гору, свою беду, на время, на время, когда они выпивают, то они забывают, как-то заглушил горы, выпил. Но он его заглушил, пока не прошла пьянка. Прошел алкоголь, горы увеличилось в два раза. Почему этой пагубе подвержены христиане? К стыду есть, и я не секрет открываю. Почему-то к пиву их тянет. Почему-то в церкви, он возвращается из церкви, открывает свой холодильник, открывает холодильник, возвращается из богослужения утреннего, церковного, открывает холодильник, достает бутылку вина, у меня вопрос, ты что, тебе недостаточно было порции получить благодати в служении, почему тебе хочется еще веселее быть, разве тебе не было весело, разве ты не получил радость, не исполнялся Духом Святым, что ты еще хочешь порадоваться, чуть-чуть повеселиться, или настроение поднять спиртным напитком, то есть, как ты думаешь, пастор Василий, я не секрет открываю, я в узком кругу беседовал с пасторями, в узком кругу я беседовал с пасторями, и я диву давался, говорит, Юра, для целого ряда церквей это целая пагуба, это целая проблема, разве это не чуждый огонь, разве это не искусственные водоемы, конечно, это и есть одна, но я же говорю, если мы начали купать, то мы начнем купать, и мы будем открывать, как ты говоришь, не тайну для нас, будем открывать, и главные люди мотивируют это, что, ну написано, что немножко можно, просто они только одну часть стежка, а не вторую, что можно ради, ну как медицину, ради болезни, если врач приписали, если врач скажет, что там положки, то это другой вопрос, но если тебе врач не говорил, как говорили мне одни, что заболел один, и были где-то на работе, и, кажется, вспомнил, что там дедушка или бабушка говорили, что нужно чуть-чуть водки с перцем, и тогда желудок, ну действительно, они, скажем, нам мешали, этого прошло, он там чуть-чуть, заболел, а потом, кажется, все начали, и у меня желудок болит, и у меня, сначала перец, потом без перца, и так пошло, а почему все это делается? Это делается потому, что это грех, апостол Павел говорит так, когда появился закон, когда Бог сказал, что это не трогай, как раз туда человека и тянет, если Бог не сказал Еве, или Адаму и Еве, в раю, что это дерево не трогайте, то они уже будут его никогда в жизни не тронуть, как раз за то, что он сказал не трогать, у них появилось желание. Запретный плод сладок. Да, сладок, и тут дьявол пришел и помог им, они-то сами подрядовали, я так думаю, туда, и вдруг дьявол говорит, нравится тебе, да? Да возьми, это будет лучше для вас, и вот за то, что это грех, за то людей и тянет, и смотри, насколько я понимаю, этих мелочей может насобираться у христианина очень много. Он, когда удаляется от Бога, и расстояние увеличивается между Богом и Ним, тогда этих мелочей, о которых мы говорим, там стакан вина, там анекдоты, там плохая компания, не та, которая приносит благословение. К сожалению, есть даже христиане, с которыми мы можем пообщаться, и они разобьют твою веру, потому что у них только негативные, у них только негативные, они то ли вспоминают прошлое и плачутся о нем, что происходило, то ли впереди видят все плохое. Они ни грамма, не видят божьих обыдеваний, которые Бог сказал, что я вас не оставлю, я буду с вами, или в Библии мы видим очень много обыдеваний, они этого не видят, ничего, они видят только плохое, и плачут, и это в семье говорят, детей настраивают, я знаю такие семьи, они только видят плохое будущее, ничего хорошего. Но мы же, это же неправильно, ты тоже так понимаешь, мы живем верою, мы верим в то, что Бог своих не оставит, да, мы не знаем, что ждет нас завтра, мы не знаем, какие времена придут, вернее, знаем, что хорошего ничего не ждать, но мы живем верою, надеждой, продвигаемся через трудности, переживания, и к цели. есть еще, скажем, такой момент, когда в надежде на то, что в период трудностей, в период финансовых потрясений каких-то, в период экономического спада, в период потерь работ, есть такой момент, когда мы занимаемся стяжательством, когда мы стяжаем, когда мы думаем так, Бог Богом, то, что Он меня проведет, и проповедники учат, что Бог сохранит, и Бог накормит, даже в моменты голода, это да, но, Господи, Ты где-то там наверху, Ты где-то там в небесах, а я-то здесь, и христианин, вместо того, чтобы быть, являть собой жизнь, даяние, как снегоуборочная машина, все к себе, все к себе, к себе, то есть, мы занимаемся накопительством, мы занимаемся стяжательством, и это очередная пагуба для нас. Господь провел нас и преподал нам уроки несколько лет назад для многих, когда нас хотели сказать, вот, что этот урок показал, что мы понаделывали много ошибок. Еще сегодня едят эти консервы, если не повыкидали. Если не повыкидали. И мы наступаем, к сожалению, к стыду, на те же самые грабли. Я встречаюсь с братом, там, одним христианином, говорю, как жизнь, то другое, третье, он мне с радостью рассказывает, что он снова приобрел три дома. Я, говорит, в прошлый раз пять потерял, пять потерял, а сейчас три приобрел, и четвертый достраиваю, то есть я вижу блеск в глазах, но не блеск от того, что он услышал воскресную проповедь, или побыл на молитве, где помазание сошло и благодать Духа Святого. Не от этого блеск в глазах, а от того, что четвертый дом он достраивает, ну и вот возможность будет снова заниматься накопительством. Вместо того, об Иисусе Христе написано, что раздал, расточил, и правда его пребывает вовек. Вместо того, чтобы пускать хлеб по водам, вместо того, чтобы быть и являть собой, и жить жизнью даяния, благословений для окружающих людей, мы как снегоуборочные машины к себе, к себе. Но это не о вас, друзья, это не о вас, потому что все вы, вы такие благословенные, все очень хорошие. Пастырь, возвращаюсь, пожалуйста. Кстати, мы не говорим сегодня о уровне имущества, которое мы имеем. Несомненно. Мы не говорим об этом. Мы сегодня, потому что каждому Бог дает свое. Есть люди, которые работают на одной зарплате, есть богатые, бизнесмены, есть миллионеры, и мы верим, что это от Бога. Мы говорим о том, если мы правильно распоряжаемся тем, что Бог нам дает, и неправильно. Но мы об этом говорим. Да. И наша цель, как христиан, для того, чтобы мы правильно распоряжались всем. Возвращаясь к чуждому огню. Вот кто-то из наших зрителей, сидя у телеэкрана, будет говорить о том, что харизматическое движение, учение, это чуждый огонь. Что ты, пастырь, скажешь на это? Смотри, что я думаю. Я думаю, что мы не можем, если мы говорим о харизматическом движении или о любом, ну, о любом братстве, или как назвать, о любом течении, мы не можем сказать, что харизматическое движение это лжеучение. Мы можем, если мы конкретно смотрим на данных людей, или на данную церковь, или на данное течение, тогда мы можем конкретно сказать. Потому что, смотри, что я понимаю, если люди, как ты говоришь, если люди не добирают Божьего благословения, что им нужно со стороны добирать, когда они идут в церковь, то там есть проблема. Если люди имитируют, или как правильно сказать, имитируют благодать Божьей, и показывают искусственно, что это Божья благодать, а внутри они пусты, то это чуждая огонь. Я согласен. Ты так понимаешь, да? Это чуждая огонь. Потому что, если душа не напитана Божьим благословением, если нет Божьего присутствия, то это не все другое, как чужая огонь. Или если проявление плоти настолько очевидное, когда плоть проявляется даже во время богослужения, а тот, через кого она проявляется, то ли на сцене, то ли где-то... Не имеет значения. Не имеет значения. А то, это личность, а он говорит, что это от Духа Божия, это чуждая огонь. Это сто процентов. Если что не соответствует Слову Божьему, или тому, что мы понимаем, что работает Дух Святой, что мы читаем Библию, Евангелие, это чуждая огонь. Неогласительно чуждая огонь это тогда, когда говорят, как мы говорим уже в учении, когда говорят, что нет ада, или воскресения нет, или еще что-то другое. Это не только это чуждая огонь. Там уже ярко выраженный чуждая огонь. Там уже все. Там уже учение. Мормоны всякие, яговисты всякие. Мы понимаем, что это ярко выраженный чуждая огонь. Да, это уже конкретно. Один раз ко мне подходит один брат, старше возраста, и говорит, что уже мне надоели яговисты. Приходят и приходят, кажут, и не знаю, что делать. А я говорю, это все потому, что вы не знаете Писание. А ему так стало неудобно. А что ты имеешь в виду? Я говорю, конкретно вы не знаете Писание. Скажу, написано так, кто не приносит этого учения, вы не принимайте его в дом. Ко мне они не идут. Я просто вижу, что пришли они, я просто не пускаю в дом. Я занятый, или вообще не откроют. Зачем мне лишнее расстройство? И вступать в славопрение. Это славопрение. И по-любому, как бы мы не были осторожны, но мы расстраиваемся. Оно оседает. Как бы мы осторожно не шли, если мы идем где-то по заводу, где там много сажей или чего, как бы мы осторожно не шли, но мы выможемся. Так само и в этим. Если мы вступаем в славопрение, сидим с ними полдня, обязательно мы в какой-то мере упустошение тяги. Да. То не надо это делать. Пастор Василий, ты являешься пастором уже много лет Пятидесятнической церкви. И я заметил, вот даже мы с тобой общаемся неоднократно, я заметил, что ты в твоих высказываниях и в твоих советах ты никогда критически не бросаешь плохих слов в адрес даже того харизматического движения. Никогда в жизни. Мне задают вопрос, например, молодежь тянет туда, и они мне задают вопрос. Но вопрос звучит так, формулирует, обычно формулируют вопрос так, чтобы уловить тебя. Спрашивает, они будут спасены? То я говорю, это не мой вопрос. Это вопрос к Богу. Это вопрос к Богу. И если ты меня спрашиваешь, скажите, что там неправильно, я тебе объясню, что неправильно. Если ты скажешь, докажи на Слове Божьем, я докажу на основании Слова Божьего. Это неправильно. Например, если мы уже зашли в это, если люди говорят, что тело, оно Царство Божие, не следует, и с ним можно делать, что хочешь. Все, абсолютно. Начиная от одежды и всех развлечений. то я конкретно скажу, что это лжеучение и это чуждая воля. Потому что в Библии мы понимаем, в Библии Бог, когда давал указания священникам, Израилю в свое время, то он им говорил так, а ну слушай внимательно, что он говорит, Моисею, приготовь народ к третьему дню. И смотри, что говорит. Нам, если мы сделаем паузу, и сразу приходит мысль, пост и молитва. Но он им это не говорит. Он им говорит, пусть омоются одежды свои и приготовятся к третьему дню, чтобы они были опрятны и чисты, потому что они идут навстречу Богу. Или священникам Бог даже говорил, давал повеление даже о нижней одежде. И настолько строго, что если ты нарушишь, то у тебя будет проблема со мной, Бог говорил. О нижней одежде, которую никто не видит, тем более о внешней одежде, говорит, что мы можем делать, что хочем, то это точно чуждо его говорит. Когда, я вспоминаю эту историю из Библии, когда Господь освободил одержимого бесами, который без одежды, в голом виде, там мотался везде по пустыне, и написано, что Христос повелел, дабы принесли одежду ему, накрыли одежду. То есть, когда человек освобожденный от бесов и от демонов, нормально, когда он набрасывает на себя одежду. И еще ярче пример. Смотри, в Едем идем. Пока Адам и Ева были нахи. Но когда они уже согрешили, у них появились двоякие чувства, когда они уже узнали добро и зло, Бог сразу их одел. Это сам лично Бог сделал, Бог одел, все. Они уже должны быть одеты. А мы говорим, какая раздетая, одеты, не раздеты. Дело в том, что я точно так понимаю, пастырь. И даже у нас в рамках эфира на импакте как-то не всегда мне удается проконтролировать ситуацию, когда какие-то в программах какие-то проявления на сцене. Ну, в церквях так само. Да, так само. Но я прекрасно понимаю о том, что это очень важная тема. Важная тема почему? Я понимаю о том, что пастыря не должны быть законодателями мод и ходить за каждой сестрой и мерять линейкой размер юбки. Не об этом-то речь. Это не призвание пастыря. Но будет здраво, если с нашей стороны мы будем обращаться к народу и даже к зрителям, которые являются прихожанами церквей, что должен присутствовать элемент здравого ума, здравого мышления, здравого ума. Да, это естественно. Приличие, форма одежды естественно в славянской натуре. Если мы смотрим на американскую действительность, реалии таковы, что там всякая одежда хороша, потому что в свободе. Но наша, скажем так, европейская культура, она более строга в этом отношении. И естественно даже для половины, прекрасной половины человеческого рода, как мы говорим, женского пола. Естественно, когда должен присутствовать элемент здравости, элемент порядочности в отношении формы одежды и прочее. Однажды я сказал, как-то в церкви, я говорю, друзья, не будем ожидать, что пастор должен подходить к каждому, то ли с ножницами, то ли с меркой продолжительности юбок и прочее. Это же некрасиво, это не присуще, это ненормально. Поэтому сестры должны понимать сами, без напоминания о том, что есть форма одежды, как мы говорим, христианская, требующая приличия, аккуратности, не вызывая какие-то эмоции со стороны противоположного пола, нездоровые эмоции в голове, не вызывая. То есть, есть здравый элемент, но так или нет, пастор? Сто процентов. Я, например, время от времени, особенно, когда приходит лето, весной, то я обязательно несколько объявлений делаю, а ну, приходит лето, помните, что мы христиане, в церкви должны быть прилично одеты, помните, что мы идем перед Богом. Каждый раз. Я не говорю, мы не говорим, насколько оно работает, потому что мы же не какие-то эти, как ты говоришь, законодатели, но мы напоминаем для совести каждого. И еще что, кое-что бывает. Бывают случаи, у меня были случаи в жизни, когда приходят с проблемой, с исповеданием люди, это было очень давно, еще там, на Украине, приходят с исповеданием и, главное, те люди, которые всегда защищали моду, защищали мини-юбкой и так дальше, и так дальше. И потом я так аккуратно, мы без упрека совершили молитву, приняли исповедание, все как положено. Я с уважением отнесся к этому, с признанием. И потом в конце задаю вопрос, так аккуратно, ну будь добрый, ответь. Как ты понимаешь, одежда помогает в этом случае согрешить или нет? Каждая помогает. Но почему не избежать этого, если помогает? Ну, если ты вначале вспомнил за вино или пил, но зачем рисковать, если мы знаем, что если чуть-чуть начать, и мы знаем, что мы можем себя не проконтролировать, то лучше вообще не начинать? Или вообще не присаживайся в ту компанию, которая выпивает? Дело в том, что в каждом грехе есть большая... Красивое начало. Красивое начало. Есть большое притяжение. В каждом грехе есть в кавычках, как мы говорим, что-то настолько красивое. Обвертка красивое. Если бы этого не было, оно бы не тянуло. Но христианин, рожденный свыше, он видит последствия. То есть он за этим фантиком он видит что-то другое. То есть Дух Святой дает возможность проницать более глубже, что же находится за этой красивой обверткой. Поэтому если бы не было чего-то притягательного, если бы не было этого магнетизма в грехе, никто бы его не делал. Вот именно. Поэтому настолько мы должны быть мудры и проницательны, а мы это делаем Духом Божьим и Словом Его для того, чтобы распознавать, что несет в себе это. Мы должны видеть дальше собственного носа, а не просто оно блестит, оно красиво, оно золото, значит, оно меня тянет, оно пленит меня. Как раз в том и речь, за это мы сегодня и говорим, что поскольку мы не знаем себя полностью, мы не знаем себя, нам кажется, что мы сильны, как Петр. Это был действительно человек, который заслужил, что мы сегодня сказали это сильный мужвер. Тогда мы можем сказать о нем до этого, ну и после этого, потому что он правильно вышел из положения. Мы можем сказать, но он не знал себя. И мы говорим, что как раз проблема тогда, когда мы входим в положение тепленького, как раз есть опасность споткнуться и упасть и отречься. Любые вещи сделать, если мы находимся в положении теплого. Положение теплого это как тот, который идет по канату. Возможно, он пройдет. Я иногда так говорю молодым, но смотри, не стоит рисковать. Потому что бывает иногда, я же говорю, это настолько обширная тема, что мы могли бы говорить и говорить. Например, если молодые люди, они говорят, насколько близко можно иметь интимное отношение друг к другу, молодые люди, парни и девушки. И они настолько сближают, сближают, ну им так хочется. И они говорят, это можно, это можно. Я говорю, но зачем тебе идти на край обрыва? Почему вы запрещаете? А я же говорю, почему? Потому что, смотри, если ты будешь идти к краю на обрыв, и есть опасность, что ты можешь подключить, чуть-чуть тебе, и ты пошел туда. Поэтому мы говорим, не иди близко, держись два метра от края. Нельзя взять огонь за пазуху и не обожидеться. Поэтому тепленькое состояние в этом грузит любая опасность. Даже самым сильным христианам. Христианам. Знаешь, чего я больше всего ненавижу? Можно чего-то ненавидеть или нет? Ну, написано так, что мы должны ненавидеть горяки и бежать от него, как у людей нас смеять. Ты знаешь, когда мне стукнуло пятьдесят, молодое поколение и неоднократно, оно ссылаясь на мое поколение. На возраст. На возраст. Ну, я же еще, ну, мне не шестьдесят и не семьдесят, мне стукнуло пятьдесят. И они ссылаются на это, говорят, ну, вы, вы вот, вы уже в возрасте. Вы не можете нас понять. Вы в возрасте, вы не можете понять. Да. Я не могу сказать, что я ненавижу это вот ненавистью большой, но мне крайне это не нравится. Мне это крайне не нравится. А почему не нравится? Как будто поменялось писание с возрастом. Как будто Христос изменился с возрастом. Или со временем. Или со временем, у него появилась. Вот. И он, ну, он уже чувствует себя современным, таким модерн, суперсовременным молодым человеком. Смотри, мы не говорим о цивилизации. Цивилизация на своем месте. Но Дух Святой один и тот же, и Бог один и тот же. И отношения, которые Бог хочет иметь между христианином, между своими детьми, между христианином и ним, они не поменялись. Они остаются те же самые. Если отношения поменялись, смотри, люди поменяли отношения. Они не имеют тех духовных, близких отношений с Богом. Те, которые имели раньше. И они ищут другие формы отношений, которые бы имитировали, или как правильно сказать, отношения с Богом. Они говорят, мы и это помазание Святого Духа. Это делает Дух Святой. Но это и близко не делает Дух Святой. Поэтому они оказываются пустыми. И им надо восполнять с других источников ту пустоту, которую имеют. Которая получается. Потому что она не сразу. Смотри, один раз в служении, ну, если человек больной, примерно, ты приходишь в служение, ты приходишь по обыкновению, как мы вчера говорили, в служение, но твои отношения уже другие, потому что ты больной человек. Тебя болит или голова, или нога, или спина. И приходят люди больные, идут с тем намерением, что будут молиться о них, они получат. Но они выходят духовно пустыми, они не могут, они не в силах иметь такие отношения. А если здоровые люди это делают и постоянно, то это большая проблема. Это ненормально. И они приходят в церковь, приходят в церковь, потом говорят так, я в вашей церкви ничего не чувствую. Пошел в другую церковь, там действительно, где только сломи говорят, что есть отношения, он говорит, мне это нравится. Мне это нравится. А почему нравится? Нравится тому, что он выходит в церкви и после церкви он имеет ту компанию, которая ему нравится. Имеет те развлечения. и он думает, что это духовные отношения или духовный уровень или силу Божию он видит в церкви. Но это не так. Это не так. Это не так. Это он ушел на расстоянии и подогрался у чужого дня. Настолько это популярно сейчас в современном мире и это муссируется и это пропагандируется везде, что мы должны быть толерантны, что мы должны подстраиваться, что мы должны пристраиваться, что мы должны как-то относиться к этому. И мне это очень не нравится. Почему мы стали такие бесхребетные, вот бесхребетные, вот такое вот как желе. Человек должен иметь свою позицию. Если ты христианин, у тебя будет зачастую жесткая позиция, а не так флип-флап. Знаешь, что такое флип-флап? Ну, почему я должен подстраиваться в своих 50, я должен подстраиваться под тому, кому 20? Пусть он подстраивается под меня. Ну, так или нет? Да. Мы должны снисходить на возраст, мы должны, как мудрые, снисходя друг с другу. Есть такой момент, когда мы имеем необходимость снизойти на возраст, снизойти на духовный уровень. Для чего? Подтягивать его на мой уровень, но не спускаться на его уровень. Да. Ну, так или нет? Павел так говорит, что он так будет. Совершенно верно. Смотри, если мы говорим, как я один раз встречался, ну, были служители, и один служитель говорит, мы в своей церкви объявили так, чтобы выбросили все компьютеры. Действительно, если мы бы говорили это и сказали, все, компьютеры выбросьте. Или, давай, вернемся назад, когда мы были молодыми, когда появились там велосипеды, мотоциклы, и были люди, действительно, были братья, которые купили себе этот велосипед, они исключили его. Категорически были против. Категорически были против, да. Это тот момент, который мы не соглашаемся с прогрессом или с временем, периодами, в которых мы живем. Но мы же не можем сравнять сегодня и каменный век. Не можем, чтобы было на одном уровне. Мы же понимаем это. Но если говорится об том, чтобы поменять отношения с Богом, или отношения с Богом поменялись, то это уже не то. Это совершенно другие вещи. Это совершенно другие вещи. ты имею компьютер, но ты понимаешь границу свою. Ты должен понимать границу. Да, мы понимаем, но сегодня компьютерный век. Компьютер должны иметь, должны иметь люди. Но мы, каждый христиан, должен иметь границу, он должен понимать, что досюда у меня есть моя территория, Божья территория, а отсюда уже территория дьявола. Я как-то недавно беседовал с отцом, я говорю, что ты покупаешь, сыну 8-9 там детворей, говорю, что ты покупаешь своему на день рождения? Говорит, несколько лет подряд я нахожу самую дорогую компьютерную игру, самую дорогую, она там несколько сотен долларов, и говорит, ну я стараюсь для того, чтобы он развивался. Я так посмотрел на него, и я говорю, ты знаешь, большая опасность, я говорю, большая опасность, ты, говорю, подвергаешь собственными руками своему сыну большой опасности. Он, вижу, глаза забегали, ну есть там то и другое, но он требует, он требует, он говорит, папа, мне только игру. Я говорю, ааа, а здесь уже реальная опасность. Если он уже требует от тебя, это уже реальная опасность. И ты подчиняешься ему? Это уже все. А там эти игры, к стыду, и к сожалению, они несут далеко не созидание характера человека, личности человека, далеко не упражнение в интеллектуальных каких-то возможностях юного этого мозга. Там, там, к стыду, и к сожалению, там совсем другое. Там работает на разрушение. Но у нас очень интересная беседа. Аж не хочется мне оканчивать. Друзья, пастор Василий гортовел со мной. У нас не так много времени осталось. И возвращаясь к той ситуации, в которой Петр оказался. И в этой ситуации очень много наших главы семей сегодня во свете нашей беседы они говорят, слушай, действительно, действительно, то ли моя семья у этого чуждого огня, а второй говорит, я тоже отрекся уже. Может, не словами отрекся от Христа, как Петр, а может, жизнью, поступками, делами, какими-то действиями своими отрекся от Христа. Есть ли выход, пастор Василий? Да, в любой ситуации есть выход. Смотри, если даже, если даже в нас, если даже в нас, в христианина, в любого, как у Петра, в Петра все разрушилось. Все. Написано, когда он отрекся, три раза, Христос посмотрел на него, он горько заплакал. Но я не думаю, что он думал, что он имеет выход еще с этой ситуации. Потому что он помнил, как сказал Христос, кто отречется от меня, я отречусь от этого человека. Все. Там не было никакие если, но, как говорит Бат, там не было ничего. Там все, конкретно сказал Христос, и на этом забыто. И он ушел, бедня этот Петр. Так много христиан сегодня. Они в теплом состоянии находятся, как ты говоришь, семьи или отдельные люди. Оно по чуть-чуть все делается. По чуть-чуть. Реже в служение ходят, реже имеют общение с друзьями, с близкими, ищут развлечения, как ты говоришь, в играх, дети себе там в одном углу, отец, мать в других двух углах сидят на компьютере на играх. И он его пустошает до тех пор, что приходят большие беды, как у Петра. Он отрекся. И смотри, что получилось. Но Христос говорит там, мы читаем, когда этим женщинам, которые пришли, он говорит, скажите ученикам и Петру, чтобы он пришел. Он дает возможность Петру. Он дал возможность. Я не думаю, что есть хуже положение, чем было у Петра. У кого-то из наших телезрителей. Я не думаю, есть хуже. Петр отрекся. От Христа отрекся. Я не знаю. Представь себе. Но он словами. Может, сегодня есть много людей, которые делами отреклись. Потому что если там или систематически они делают не то, что Бог хочет, значит, они своими делами доказывают, что они не принадлежат к Богу. Они не его дети. Но в любой ситуации есть выход. Есть выход. В любой ситуации есть выход. Если Петру дал Иисус выход, мало этого, он мог ему сказать, хорошо, Петр, после твоих ошибок, после того, что ты сделал, ты будешь самым последним апостолом. Ты будешь подчиняться всем. Когда они скажут, ты будешь делать. Но Петр настолько смог заделать свою ошибку, что он скажет, ты будешь соупастой. Точно. Ты будешь соупастой. И я уверен, что любой из наших телезрителей, любой христианин, в каком бы положении, даже если он думает, или дьявол ему говорит, что у тебя все разрушено, нет никакого выхода, все потеряно, все, тебя никто не примет. Тебя примет Иисус. Аллилуйя. Это любой христианин. На этой мажорной ноте, пастор, мы и окончим. Мне говорят, уже время наше истекло. Так быстро. Так быстро, да. Так быстро. А это возможность для того, чтобы мы встречались еще с тобой неоднократно. Поэтому спасибо за время. Неприятно быть здесь. Приятно. А тем более, когда идет, когда мы беседуем, мы в тему. Когда мы работаем на подъем тех людям, которым тяжело. Это очень приятно. Видите, поэтому, друзья, мы не оставили вас безвыходным в ситуации безнадежности и в депрессии. Есть выход. Нашелся этот выход у Петра. Нашелся этот выход у очень многих друзей. Разве падшие не встают? Так, Слово Божие. У тебя также есть выход. Пастор Василий, огромное спасибо. Бог да благослови. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Оставайтесь с нами на импакте и будьте благословенны. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова